Вор в законе Гаджа Бакинский, через перипетии к смерти. Полное имя этого азербайджанского криминального авторитета звучит весьма витиевато, Алибала Алисофар Аглы Гамидов. Впрочем, получить известность ему довелось под более легко произносимым именем, Гаджа Бакинский, или Гаджа Яссамальский, оба воровских псевдонима, в честь городов, с которыми была тесно связана жизнь этого человека. Родился он 30 ноября, в 1972 году, в Баку и прожил всего 40 лет, его жизнь была оборвана жестоким заказным убийством. Но за этот недолгий жизненный срок парень из простой азербайджанской семьи пережил такие перипетии, которые перепадали на долю далеко не всем пожилым уголовникам. Первая ходка свой первый срок Алибала Гамидов получил в 20-летнем возрасте. Шел 1992 год. И преступления, и срок были весьма серьезными, убийство, за которое нашему герою предстояло отбыть наказание в виде лишения свободы на 14 лет. Впрочем, полностью этот срок ему сидеть не пришлось. По амнистии он вышел намного раньше, всего через 5 лет, в 1997 году. Да вот пребывание в местах лишения свободы определило дальнейшую деятельность молодого преступника, и покатилась она по пути и законам уголовного мира. Например, в криминале принято так, что те, кто пытаются делать дело, то есть вести определенную незаконную деятельность, на постоянной основе и с группой сообщников, должны заручиться поддержкой определенного воровского клана, старших, более влиятельных воров. Гаджа стал представителем клана Деду Хасана, весьма влиятельного в те годы авторитета, его реальное имя Слан Усаян. И вот, выйдя из места отбывания наказания, Алибала Гамидов перебрался из Азербайджана в Москву, где в 1998 году произошла его коронация, крестным стал вор Симур Нардаранский. Там же, в Москве, Гаджа Бакинский создал группировку, которая занималась похищениями людей с требованием выкупа. Подтвержденный случай имелся, жертвами стали два московских бизнесмена. Второй аспект деятельности ОПК – контрабанда наркотических веществ из европейских стран в РФ. Из-за этого в 2000 году Гаджу Ясамальского задержали в Москве, найдя у него небольшую дозу кокаина. Но отсидел в знаменитой бутырке он считанной неделе, помогла амнистия. Впоследствии у Алибала Гамидова было еще несколько задержаний с последующими судебными сроками отсидками, и каждый раз в это так или иначе оказывались замешаны наркотики. Задерживали его в 2001, в 2009, в 2010 и 2012 годах. Гаджа Ясамальский в Украине, задержание и депортация в марте 2009 года состоялось ключевое событие, которое повлекло за собой довольно длинную сюжетную цепочку. 27 марта в московском ресторане «Золотой подсолнух» состоялась воровская сходка, которая была совмещена с семейным торжеством. Но сходка была накрыта представителями правоохранительных органов, и больше всех не повезло на ней именно Гаджи, все потому, что именно у него при себе находилось 3,5 грамма гашиша. Его не посадили, а лишь объявили необходимость соблюдать подписку о невыезде, что для Ясамальского оказалось мотивацией к полностью противоположному действию, срочно выехать из РФ. Местом, где он обосновался и даже продолжил незаконную деятельность, стала Украина. Гаджа Бакинский практически неприкрыто обитал в Киеве, находясь при этом в международном розыске. И поэтому неудивительно, что украинским правоохранителям в конце концов показалось целесообразным его задержать и экстрадировать, что и произошло весной 2010 года. В том году Гаджа успел снова посидеть и в той же Бутырке, и в колонии в Пермском крае. А в 2012 году произошло новое задержание и новый 10-месячный срок, вновь это произошло в ресторане, и, что неудивительно, у Гаджи и задержанного с ним авторитета с псевдонимом Батя вновь были при себе наркотики. Отбывать наказание его вновь отправили в московскую Бутырку, а затем в колонию в Устюге, Вологодскую область. А вот дальше произошло то, чего трудно было ожидать, погиб тот самый Дед Хасан, к клану которого все это время причислял себя Гаджа Бакинский, в Бутырке его даже сажали исключительно в одну камеру с хасановскими. И началось переформатирование кланов, в результате которого Алибал и Гамидов покинул приспешников Деда. Возможно, это и стало началом событий, в итоге приведших к трагическому финалу. Убийство Гаджи и Бакинского и версии в расследовании смерть Гаджи и Бакинского стало одним из самых громких событий последнего десятилетия, связанных с криминальным миром. Произошло это так, Ясамальский находился в Стамбуле, в жилищном комплексе района Бахчашихир. С ним была девушка, которую СМИ называют подруга Алибалы Гамидова, больше никакой значимой информации о ней не имеется, это 29-летняя россиянка Асия Талашева. Шестеро людей, чьи лицы были скрыты масками, проникли на территорию жилкомплекса и открыли огонь на поражение. И криминальный авторитет, и его спутница получили тяжелые пулевые ранения, для Гаджи и Бакинского три пули в теле оказались несовместимыми с жизнью. Смерть наступила в машине неотложной помощи 18 августа 2013 года. Фактических убийц нашли и осудили. А вот насчет заказчика полной ясности до сих пор нет, хотя неофициально подоплек этого заказного убийства довольно очевидно. Дело в том, что Гаджа Бакинский покинул клан деда Хасана, после смерти деда, примкнув к Равшану Ленкаранскому. За несколько дней до убийства произошло избиение нескольких дедовских воров, в числе которых влиятельный авторитет Гела Кардава, это приписывали именно грузинскому клану. Также неудовольствие дедовских вызывало участие Яса Мальского в коронационной церемонии, проведенной в Ажибе Ганишвили. Впрочем, существует вероятность, что конфликт у Гамедова был с самим Равшаном Ленкаранским, якобы этот человек клялся на кора не устроить его смерть. Кроме того, Гаджа Бакинский приостановил полномочия азербайджанского законника Гуля, это произошло за полгода до убийства, в марте 13-го года, и, естественно, азербайджанский клан также имел серьезную обиду на Бакинского. Похоронили Алибалу Гамедова не в Турции, а в его родном Баку, 21 августа того же года.